всех приветствую на своем канале у меня поступил в личку на днях запрос на видео на тему как пережить потерю близкого человека как бы у меня был опыт да но у меня то опыт был такой что в принципе потеря близкого человека в разном возрасте мне как ну я не знаю мне так кажется переживаться наверное как-то в детстве сложнее чем во взрослом но это чисто мое мнение или же я уже такая вот пробитая что на меня потеря близкого человека только потеря мамы повлияла как-то так лет 15 что я ударила в депрессию ну выход конечно ударяться в депрессию я не считаю что это правильный выход но вот чисто меня спасло свое время музыка я стала заниматься ну в смысле я писала музыку еще при маме начала там что-то такое писать мнение я не мню себя супер композитором не знаю что есть круг людей которым нравится моя музыка так что свои каменты с воплями что там что-то такое отвратное можете оставить при себе засунуть все куда подальше вообще валить мир не с миром но в баню и меня вот честно спасала я помню больница лежала я слушала очень-очень много музыки от какой-то там вот конкретно такой блатнухи от иры ижова я вообще не знаю существует она сейчас ли вообще-то не в курсе что это такое было до фредди меркури я играла на пенино я до хрена вот в один определенный период жизни написала кучу всего такого музыкального и мне кажется если у человека есть какое-то творчество то даже через силу хоть не кто-то в свое время писал в комментах под видео на тему комплексов и депрессии что лучше удариться в депрессию ну да конечно обычно люди так так пишут которые вообще не представляют что это такое на самом деле но мы сейчас не совсем о депрессии но это как вариант переживаний потери близкого человека конечно хорошо если у человека потерявшего близкого близкого в том смысле что смерть я имею ввиду они там вот любовь закончилась и кто-то ушел куда подальше хотя если для вас это равносильно то можете применять на себя если у человека если вас окружают друзья то конечно вам легче это пережить если вас окружают то и родные или родные в том плане что допустим мне не очень повезло у меня бабушка ушла в свои переживания как-то не соображая что я там у нее как бы тоже внучка и как бы тоже я как бы потеряла тоже маму в том плане что она потеряла допустим дочь и если вам на мозги не капает то вам повезло если же у вас просто нет поддержки то конечно как вариант можно попробовать сменить обстановку я то честно после аварии когда смогла самостоятельно передвигаться на своих двоих поперлась в гараж попросил дедушку посмотреть на машину в которой мы ехали на которой несколько раз привернулись а и там целая была только та дверца у которой я сидела соответственно то бишь я почему-то предпочла копаться в таком в чем как бы таких темах которые лучше не трогать и которые вроде как бы считается еще больше ранят там эту душевную боль доставляют и тому подобное я конечно первое время боялась едет на машинах и автобусах и держалась вот на поворотах за поручни там сильно вообще но я не знаю относится ли это к переживаниям по поводу потери близкого но совет конечно был такой еще помню там куча всяких книжек мира дня давала никаких побуждений там от тем практически совершенно каких-то заоблачно всегда на каких-то там учений на тему как пережить потери то все но вот мне честно они не помогали ну если кому-то помогает там пожалуйста идите психологу поговорить и тому подобное мне спасала музыка меня спасали медитации разного рода но медитациями правда начала заниматься еще до аварии в принципе как-то это мне просто увлекалась чем таким мистическим о чем есть отдельный видос и кому интересно welcome to hell там паруйте где-то в каких-то плейбистах потом меня спасло конечно творчество я конечно не знаю как чтобы советовать человеку у кого допустим нету каких-то там творческих жилок кто вообще не воспринимает ну там не знаю не ждет не вяжет не рисует не там не пишет не еще что-то что в таком случае делать но все равно мне кажется ну допустим можно смотреть какие-то комедии фильмы мультики комедийной тематики чтобы как-то не стараться избегать там темы какой-то вот на самом деле я фотографии своей мамы убрала и смогла воспринимать ее на фотографиях только спустя лет 7 лет 7-8 спустя я вполне смогла нормально без слез говорить на эту тему если меня спрашивали а спрашивали все кому не рень да кстати надо подготовиться еще там человеку что в мире дохрена любопытных совершенно не думающих о других людях которые будут докапываться докапываться еще считать что-то охренеть как интересно копаться в чужом белье в чужих проблемах и в чужих бедах и в чужом горе и это надо охранительно какое терпение главное не скатиться к мысли что вот жизнь закончилась и надо бы коньки откинуть по собственному желанию тише вот у меня берет диван потом что еще ну как вариант если первый вариант чувство вины там да вот или что-то там не могу отпустить маму или там ну допустим в моем варианте да вот мне не было такого что я не могу отпустить маму хотя мне там таскать к одному психологу которая считала что мы не именно в этом самом проблема я как бы осознавала шею нет но допустим если человек не может отпустить его соответственно то что гнетет считается что покойника надо отпустить в верной смысле спокойно да и что мысленно там как-то ну тем же медитациям мысленно представляете хотя с одной стороны мне кажется что это ахинея полная с другой стороны возможно кому-то это поможет мысленно навести разговор с человеком которого уже как бы нет в этом мире живом второй вариант если чувство вины гложет вас я думаю что в каком-то плане но обычно чувство вины гложет всегда не тех кого надо в этом плане думаю просто можно попробовать медитации ну там как говорится чисто свежий воздух да если вы там в каком-нибудь городе живете тема такая щекотливая летят улыбиться на самом деле вообще если вы сможете в шутя говорить после спустя там год два пять десять лет вот этой трагедии вашей личной об этой самой трагедии людям то ну считайте что вы пережили все что можно вы уже это вот я с юмором стала просто возможно конечно защитная реакция когда-то с юмором подобных темах отзываешься с другой стороны так у меня кот чего-то дерет вот у меня что-то дерет он это не дал другой стороны все время там воспринимать что ай плохо там все хреново ну и третий вариант что конечно себя там жалеть мне кажется себя жалеть это самое последнее дело это еще хуже по моему чему суицину по собственному желанию при этом не прихватив кучу дорогу с собой и что же еще то такое сказать ну смотреть фильмы веселые читать книги да кстати больше всего лучше всего если вас нет ни хрена никакого хобби и вас не спасет написание музыки ибо вы вам слон на ухо наступил пересел и забыл слезть если вы не пишете стихи и прочую хинею я не считаю написание там чего-либо ахинеи я просто вот ну слегка так самоиронии про это отзываюсь очень хорошо спасает труд вообще превосходно я честно занимал ну я как бы после аварии мне не забыла особо учиться и потом башка была пробита и тому подобное не могли у меня наружу не вытекли если кто-то думает иначе я занималась тогда по одному уроку в сутки ко мне учителя ходили на дом но и соответственно мысли всякие в голову приходили какие-то не уходили настроение было в том самом месте ну и не всегда получалось допустим глядь или еще что-то а пусть у меня любимая тема ре минор вообще минор и кому интересно то у меня даже на странице канала вконтакте или на моей странице есть подборка меня или на music практически все то же самое или же на архивах орг ссылка на канале на странице о канале я на тему того что вот все такое супер депрессивное такое вообще-то клавиш гребаный можно повеситься да там слушая ну людям почему-то нравилось нравится меня спасал труд я как бы не труд не обязательно физический труд вот здесь мозгами я изучала за себя какие-то языки я изучала что-то такое какие-то там не знаю темы которые мне интересны можете загрузить себя какими-нибудь трудами какого-нибудь философом уйди отсюда статика животное можно на не знаю если вы уже не подросток да там у вас есть какая-то работа можете попросить свое начальство загрузить вас по уши какой каким-нибудь делом очень помогает как говорил говорит наш японист как-то у меня бывает очень это такая низкая самооценка был сканутом как-то это из под плинтуса у меня там самомнение ниже плинтуса из под плинтуса вылезает самомнение люди очень хорошо помогает работа вот реально ну займитесь канли там я не знаю как бы повышая чувство этого самого все время забываю эту расшифровку чвс чсв короче чувство вот этого того что вы там центр вселенной ну конечно за центр вселенной лучше не доходить самое интересное что у меня полтора дня зрела мысля насчет этого видео и с одной стороны очень боялась кого нихренина говорить с другой стороны я боялась забыть чем я в голове зрела как пережить как пережить все-таки лучше когда вас поддерживает окружение если у вас не получается как-то опять же вернусь к японисту лучше легче заводить новые связи чем поддерживать старые эмоциональные силу до хрена тратится ну кстати по себе знаю да если вы боитесь там кому-то навязаться ну как вариант конечно всегда есть психолог заплатил денежку вас выслушали я не знаю может там бесплатно где там кто-то выслушивает вариации тоже сходить там церковь поставить свечку я учиться по православию знаю там помолиться и за упокой там оставить службу еще такое но это в том случае если вы в это верите вообще мне кажется от души можно помолиться любому богу и так точно также на не знаю духовном уровне духовно но как бы на эмоциональном таком астральном уровне стоит с тем же ушедшим человеком просто мысленно поговорить с одной стороны это выглядит глупо с другой стороны с другой стороны она в принципе может даже помочь но насчет медитации я не знаю ну я как бы и сидя пыталась и лежа пыталась результате я просто людям потом советовалась у кого-то были какие-то такие проблемы не обязательно потеря близкого лучше конечно лежа во первых помогает вырубаешься раньше времени потому что сколько я помню по моему там самокопание идут начинаешь думать то есть у меня когда мы бабуся у меня у нас умерла я где-то первый год у меня очень часто приходили мысли что вот мы могли там что-то и сделать что мы что-то не сделали в одном случае допустим зависело от нее самой и и само желание жить в этом плане да но с другой стороны если как бы одного желания жить недостаточно бывают всевозможные болячки или какие-нибудь там дтп и аварии да это какие-то непредвиденные случаи когда человека практически ничего не зависит мне кажется самокопание все-таки это ближе к тому что вот сначала ты самокопаешься потом ты начинаешь себя жалеть а потом ты становишься мерзкой сволочью и это не выход если вы любите читать читайте то что вам нравится то что давно хотели читать то что есть как наверняка есть какая книжка которую вы читали в детстве и она вам доставляла офигительное такое состояние вариант убрать все фотографии человека который умер это конечно не знаю выход ли но вот мне помогло в каком-то плане я раздала тогда мама до хрена была всякой крутой косметики и раздавала по подругам я я вообще у меня периодически бывает такое что я вам даже не то что там читать вещи там мамины да или еще что то такое у меня копится что-то копится 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 а потом я это раздаю я вкладываю в какую-то коллекцию до хрена денег а потом это все раздаю за так по миру я раздала ее косметику еще что то считается что надо вещи там раздавать умершего человека и как то так я не знаю с чем это связано возможно какой-то религия относится но беру исповедание таблики по того я просто раздавала косметику просто убиралась убирались вещи какие-то все и вот тут с одной стороны там у нас меня кто-то осуждал и знакомых что вот я там как бы взглаздалось сердце вон другой стороны просто не могла воспринимать вот это вот все до определенного периода жизни ну мне кажется что все таки большую часть роль большую роль вот поддержку играет именно вот ваше окружение когда окружение не то конечно суровее но в другом в крайнем случае наверняка есть где-нибудь какой-нибудь такой же лень который может работать ушами за спасибо и там ему можно пожаловаться да это как вариант или же еще вариант вести дневник совсем забыла вот вести дневник можно вести дневник сейчас благо есть интернет практически у каждого есть там какой-то к нему доступ можно вести какой-нибудь хочется сказать сленговое слово но как-то все таки не совсем тем короче закрытый личный дневник чисто для себя хотя есть такие идиоты которые любят ломать чужие аккаунты привет мониторщикам лёли вконтакте из углича и как бы есть риск что вас кто-то еще прочитает поэтому как вариант можно вести рукописный дневник никто же это не отнимал ручку и бумагу не отменял и записывать туда все свои мысли я не знаю насколько это поможет но и суть такая вот еще что если вы думаете что у вас там за месяц за два этого все пройдет ни хрена подобного лучшем случае вам повезет если вас через год этим попустит но когда хочется быстрее то через силу мне кажется лучше пытаться как-то себя растормошить через силу заниматься какими-то делами физическим трудом можете мебель в квартире по перетаскивать я вот перетаскивала периодически меня торкала где нас 31 декабря мне звонила моя одногруппница с которой мы сейчас почему-то не общаемся причем не по моей вине я передвигала мебель комнате на 31 декабря можно как вариант вырваться из дома допустим очень долгое время на 8 октября я сваливала куда-нибудь из дома по друзьям шастала по каким-то знакомым куда подальше куда угодно чисто по городу чтобы не быть в помещении да сейчас как-то я уже не сваливаю наверное это я уже нормально воспринимаю это все или же меня стали большая часть окружает людей которые не какают на мозги такс вообще очень сложная на самом деле тема попалась и я не знаю мне кажется с одной стороны я думаю что я буду писать этот видос у меня будут слезы в три ручья двух слов сказать не смогу и буду нести какую-то хинею но внезапно оказалось говорить об этом легко в общем конечно впоследствии вам какой-то период жизни тоже год слегка уже об этом говорить это как допустим я как-то шла свалилась на ровном месте не совсем ровно раздолбалась и коленки в кровь год ну в общем полтора года у меня были потом шрамы на ногах я лежала такая вот в позе кошечки японской анимешной на полуасфальте с кровищей а люди шли мимо и людям было похрен и мне было очень тяжело потому что от вида крови я начинала снова к земле припадать у меня от вида крови головокружение идет они никто не мог помочь никто от них хоть никак не хотела я и не знаю все как я до дома доползла и вот это для меня было ужасно еще бабуся мне тогда мозги стала выносить ну что типа я вот тут даже не соображаю что его я вообще в состоянии не знаю как он была у меня обе на коленки были в кровище разодраны и я все лето вот так вот хромала и я не знала как он вообще-то жуть я думала что там хлопнул астами все все это мир сошел а нет а сейчас вот уже там спустя какое-то время я уже нормально эту шутку воспринимала тоже не казалось какой-то супер трагедией но я к тому что в принципе даже когда вам кажется что все все писец мир рухнул жизнь закончилась на самом деле это нифига не так бывает и хуже хотя в общем если вам кажется что сейчас вот охренеть как хуже и хуже некуда кот у меня коммуниздить чего-то опять то ну я не знаю можно посмотреть конечно вот как вариант можно посмотреть какую-нибудь трагическую трагедию и понять чтобы даже если это совершенно полностью выдуманная история и понять что хуже не только вам наверное на этой ноте я закончу видос я конечно гомен на сайт что все сумбурно и скорее всего я не знаю кому это поможет потому что реально действительно тяжелая тема и все таки я не знаю как вот вообще это мне кажется все 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 таки все же более индивидуально у каждого по-своему но попробуйте занять себя творчеством попробуйте загрузить себя чем-нибудь физически тяжелым или наоборот свои мозги чем-то загрузить так что у вас просто не будет времени думать о том что теребит ваши душевные раны ну и всем отличного настроения всем спасибо за просмотр и пока